Привет, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, для меня во всяком случае, как выбор свадебного платья. На самом деле, маленькая предыстория. Когда я была маленькой девочкой, лет 6-7, я не могла проходить мимо магазина со свадебными платьями. Я бабушку тянула туда всё время, чтобы она мне купила свадебное платье, потому что мне очень нравились эти красивые платья. Это было время с СССР, и даже тогда, точнее тогда, нужно было иметь лицензию или, лучше сказать, справку из ЗАГСа, что вы собираетесь пожениться. То есть, если бы даже моя бабушка очень хотела купить мне это платье, то она бы не могла, потому что, естественно, я девочка 6 лет, у меня нет справки из ЗАГСа, что я хочу замуж. Но я бабушку свою мучила, и мне очень-очень нужно было свадебное платье, потому что, ну, это же как ощущение себя принцессой. Итак, я её просила даже снять занавеску и сшить мне платье. Ну, тюль, да. В общем, нет, мне не сшили платье такое, но идея о том, что я очень хочу свадебное платье, не покидала меня. И, в принципе, мне никогда не хотелось замуж, но мне очень хотелось, чтобы у меня было свадебное платье. И когда я была уже в тинейджером, я узнала, что есть такая работа, как модели свадебных платьев, точнее, не тинейджером, я уже училась тогда в морской академии, на самом деле. И тогда я была немножко более пухленькая, и, в общем, не судьба была мне быть моделью такой, но мне очень, мне прямо представлялось это как лучшая работа. Итак, когда Крисипер сделал мне предложение, мы думали, что у нас будет, скорее всего, огромная свадьба где-нибудь в замке и так далее. Но этому была не судьба случиться, потому что случился коронавирус, и все идеи с замками отпали очень быстро, потому что сначала можно было только четыре человека свадьбу, потом можно было чуть-чуть побольше, и, в конце концов, когда вот мы уже решили, точнее, получили свое разрешение из ЗАГСа, что нам можно пожениться, тогда разрешение было такое, что в ЗАГСе может быть 20 человек, а если вы где-то будете праздновать, то 30. И, в общем, мы решили, не будем мы ничего такого огромного делать. И также из-за того, что люди все эти два года не делали свадьбы, но заранее забукировали, многие места было невозможно попасть, потому что эти места уже были забукированы два года назад. И все люди, которые вот сейчас опять хотят свадьбу, они, ну как бы, докапливались, то есть места были, в общем-то, разобраны. Когда мы узнали, что мы, наконец-то, можем пожениться, узнали число, когда мы будем жениться, выбрали время, мы думали, что мы, скорее всего, быстренько так поженимся, нам нужно, у нас будет только два человека как свидетели, и все. Но потом мы решили, что, ну, может быть, нужно будет фотограф и что-нибудь еще сделать, может быть, там, какой-то маленький ресторанчик. И потихоньку-потихоньку свадьба почему-то выросла. И мы решили, ну, окей, может, пригласим этих друзей, потом, может, позовем еще вот этих вот. В конце концов, получилось так, что свадьбе быть. И из-за того, что мы решили все-таки кое-как отпраздновать свадьбу, ну, на самом деле, не кое-как, но, в общем, мы решили отпраздновать свадьбу, и тогда я решила, что все-таки я куплю себе платье. Сначала я думала, что, ну, так будет просто регистрация, будет что-то очень простое, точно белое, но, может быть, я даже думала, может, брючный костюм или такое совершенно простое платье какое-то, но не слишком вычурное, да. И когда я стала смотреть, я подумала, блин, ну, у меня же была мечта с детства, чтобы у меня было белое платье вот такое свадебное. Почему я отказываюсь от этого? К тому же, обыкновенные платья, ну, типа свадебные, но такие не чересчур, да, они стоили ненамного дешевле, чем, например, мое платье, которое я купила, в конце концов. Итак, я решила, что мне нужно платье. Сначала я подумала, что, ну, я не... Так как у нас будет маленькая свадьба, я не хочу тратить очень много денег. И я стала смотреть платье на ebay. Во-первых, магазины были тогда закрыты, нельзя было пойти в салон и померить какие-то платья. Поэтому я смотрела на ebay и думала, что, ну, я приблизительно знаю, какой мне фасон подходит, я так, выберу на глазок и куплю. Проблема была в том, что на ebay платья, которые продаются, то есть я уже смотрела, пользованные платья, да, ну, уже кто-то носил их, ну, да, один день, да. Вот. Для меня это вообще была не проблема. Я хотела какую-то барган и хотела купить себе платье на ebay. И проблема была в том, что очень тяжело узнать настоящий размер платья. То есть если бы у меня было много-много времени, я думала, ну, ладно, я, короче, могу купить, подшить. Но там же надо было смотреть и на рост, и на объемы фигуры. Обычно платья уже подшиты под невест. То есть если где-то, не знаю, в груди будет много или мало, ну, естественно, можно подшить, но если мало, то уже проблема. В общем, и так как я не мерила никакие платья вообще свадебные, мне было очень-очень тяжело. Я не могла выбрать. Я смотрела на один фасон, общалась под другой, на другой фасон, потом на третий, потом более-менее, что ценовая какая категория. В общем, это было так сложно. Я не могла выбрать. Я сделала одну ставку на одно платье, и девушка ее не приняла. И в конце концов я была счастлива, что я его не купила, потому что я потом вблизи нашла еще другие фотографии, и я приложу сюда, наверное, это платье, чтобы вы посмотрели. Оно мне не очень понравилось в конце концов. И я рада, что я его не купила. И тогда я решила, что все, скорее всего, нужно будет записаться в какой-то салон, и когда вот откроют их, тогда можно, ну, пойду туда. И у нас, я записалась в один салон, и стала листать на Инстаграм их фотографии, и увидела платье, которое я тоже сюда добавлю, которое мне более-менее понравилось. И оказалось, я им написала в Инстаграм, типа, сколько приблизительно это платье стоит, и они мне сказали 3000 фунтов. В общем, я обалдела и решила, что нет, я в этот салон не пойду, потому что если вот это вот платье, которое мне более-менее понравилось, не то, чтобы я влюбилась в него, оно мне просто чуть-чуть понравилось, оно стоит 3000, то если мне понравится платье за 5, это мне будет очень печально, что я его не куплю. И, в общем, я решила, что я аннулировала appointment и не пошла туда. И тогда я узнала ещё об одном месте, где не нужно делать никаких регистраций, можно просто прийти днём и померить платье. Туда я и пошла, в конце концов, и пошла я туда одна. На первые примерки, которые я хотела пойти, но не пошла, я записалась с подругой. Но потом подруга моя не смогла вместе со мной пойти, и я больше не знала, кого ещё с собой позвать, так как есть традиция, что жених не должен видеть невесту. В общем, я пошла одна. И сначала мне было очень страшно, я не по себе, потому что я думала, блин, ну кто мне подскажет и вообще... Ну что, друзья, пыталась, я пыталась купить платье без примерки, свадебное платье, ничего у меня не вышло, поэтому иду сейчас, буду мерить свадебное платье. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я была такая голодная, что быстренько сбегала в магазин, купила кофе и купила бутерброд. Вот у меня передо мной еще одна женщина, и после меня уже девушки вот сидят тут. В общем, exciting. Ладно, пришла я туда. Это было интересно, потому что одна из вещей, которая для меня была важна, это никаких кружав. И для меня, я хотела элегантное платье. Я не хотела какое-то супер напыщенное, не хотела... Вообще, для меня было идеальным платье с рукавами. Но это почти, знаете, как днем с огнем не сыскать. И одно я видела на Etsy, вот тоже сюда добавлю, но мне показалось, оно немножко простоватое. В общем, элегантное платье я хотела, из красивого материала, и начала я мерить разные платья. И девушки, естественно, пытались мне несколько разных фасонов предложить. Я им сразу сказала, у меня никаких кружав. Но они такие, ну вот попробуйте вот такой, и вы увидите здесь. Там было кружав, читая платье, и даже несколько. И фасоны, которые, мне казалось, моя подруга думала, что мне бы подошли. И поэтому я их, наверное, первыми стала мерить, потому что я думала, что, ну, может, со стороны виднее. Но, на мой взгляд, они мне вообще не понравились, мне не понравилось, как они на мне сидят. И я стала смотреть что-то другое, и я им говорю, дайте мне какое-нибудь простое платье, неважно, какой у него фасон, просто чтобы вот он был элегантный и простой. Мне не хотелось ничего такого. Потом мы померили еще несколько платьев, таких более легких, летящих. Вот, и мне дали померить вот это вот платье, которое вы, скорее всего, сейчас будете видеть. И оно, как оно село, это был мой размер, оно село идеально, просто подчеркило мою фигуру. Оно делало из меня принцессу. Они, девушки в этом магазине, сразу, естественно, стали нацеплять на меня всякое остальное, там ремень, корону, фату. Ну и я решила сделать звонок маме, спросить, что она думает по этому поводу. Она знала, что я пойду на примерку, и она была почти что на связи. В общем, я ей позвонила, показалось. Мама такая, да, классно, красиво вообще. Но вот у меня даже после звонка с мамой что-то вот в душе было не то. Мне нравился пасон, мне нравилось, как оно на мне сидит, но мне не нравился материал. Он был сатин, и он был очень блестящий. То есть я на него смотрю, и вот мне прям не нравится этот такой атласный прям, ух. И я попросила их померить что-то менее атласное. И они мне показали другое платье, которое я подумала, о, прикольно. Оно, ну, неплохо сидит. Но вот материал, шифон, он как-то его простил. В общем, я когда сняла все платья, я перемеривала одно, другое, третье, одно, другое, третье постоянно. В общем, в конце концов, я сняла все платья, себя переоделась и пошла думать. Села на диван думать, какое платье выбрать. И почти что вот ушла вот с этим платьем. Один из минусов этого магазина — это то, что они реально давят. Они говорят, что вот это последнее платье, это последний размер. Если вы уйдёте, кто-нибудь обязательно купит его. Вот впереди выходные, у нас будет много невест, они всё купят. И, в общем, они реально давят на тебя купить это платье. А мне не нравится, когда на меня давят. И когда на меня давят, мне не хочется принимать вообще никакое решение. Но что-то меня вообще гложило вот прям очень. Я ушла из магазина, хотя они там меня так просовали, чтобы я его купила, что вот у нас последнее платье, вы уйдёте, не купите его, бла-бла-бла-бла. Ладно, ушла я, короче. Думала, ладно, я пойду, поем, может, поговорю с родителями. Я не знаю, что делать. В общем, ушла. Поела, поплакала немножко, потому что такое напряжение было, то, что уже свадьба очень скоро. Сколько там, 4 недели, 3 недели было до свадьбы. И, в общем, я такая вся одна в своде была. Поела. И потом решила, что ладно, вернусь туда. Я позвонила в другие магазины ещё, этого же отдела, спросила, есть ли у них там другие размеры определённых платьев. И, в конце концов, я пошла обратно и сказала им, что, короче, друзья, я не знаю, какое платье хочу, вот из этих, которые я примерила. Нет ли у вас ещё чего-то, что можно померить? Точнее, я туда даже вернулась померить вот это последнее платье, которое мне понравилось. И они говорят, у нас вот из простых, таких элегантных, без всяких заморочек, нет ничего больше вашего размера, но вот есть вот такое платье на два размера больше. И я такая, окей, померяем. И я, когда его одела, оно на два размера больше, оно реально было большое. И я прям поняла, что это моё платье. Это было так странно. Я вот одела его и думаю, офигеть, вот я и материал мне нравится, и фасон мне нравится, и даже рукава, которые должны были вот как бы вот так вот идти, они вот так у меня спадали, потому что они были большие. И я посмотрела, и мне прям вот это понравилось, что они не идут вот так вот прям, я вам покажу, как они должны были быть, а вот они на меня спадают. И все, короче, я решила, я знала, что это моё платье, и что я его беру. В конце концов, там все платья были приблизительно, которые мне понравились, с одной цены, то есть они почти все 600 фунтов были. Дело в том, что в этом магазине нет такого, что вот это платье, и вот пять размеров этого платья. Там есть одно платье этого размера, другое платье такого размера, и в общем, у них в принципе, можно сказать, что одного фасона только один размер, ну может два максимум. В общем, я купила это платье, но небольшой минус этого магазина заключается в том, что, да, девчонки, которые помогают, они классные. Это называется Vet2B. Они очень классные, они помогали мне, там советовали, и всё такое, но в конце сама политика этой компании не крутая. Она, они заставляют вас купить вешалку, они заставляют вас купить покрывало для платья, и они заставляют вас купить ужасную, ненормальную коробку. То есть они так вас прессуют, что, а как вы понесёте, а где вы будете хранить, что оттуда вот уйти, не купив это, почти что невозможно. То есть ты думаешь, блин, а как действительно я понесу это платье? Блин, ну а как же, а где я буду хранить, вот если у меня такое нету, знаете, такого покрывала для этого платья? В общем, я человек, который обычно просто говорит, нет, вот на такие штуки, короче, реально купила это. Причём я у них пять раз, наверное, спросила, а ты точно мне нужны, может быть, я могу без него, типа, намекаю, что может быть, я просто так понесу в пакете в каком-нибудь. Нет, они вот прессовали, короче, и за коробку я заплатила 40 фунтов. Короче, 40 фунтов просто в дополнение к тому, чтобы купить платье. Вот. Окей, я купила платье два размера больше. Я этих девушек спрашиваю там в магазине, чтобы его ушить, дорого это будет или нет? Они такие, да нет, вообще дёшево, не то же дёшево, ну нормально, короче, ничего страшного. Ну, в общем, ушьёте, всё нормально будет. Я такая думаю, ну сколько приблизительно? Они такие, не, мы не можем сказать, потому что мы ни с кем не работаем, мы это сами не делаем, поэтому, ну не можем сказать. Я такая, да, понятно. Ну, короче, я купила платье, пришла домой с этой огромной коробкой. Вы, наверное, видели вот эту вот фотографию с этой огромной коробкой, за которую было сделано 40 фунтов. Пришла домой, думаю, надо искать скорее кого-то, кто ушивает, потому что иногда на ушивание берут три недели, а у меня уже свадьба через три недели. В общем, нашла в интернете контакты, пошла туда. Ну что, друзья, я пришла сюда. Будем сейчас делать изменения в платье, чтобы оно прям сидело на мне как надо. В общем, подшивать его, ушивать и так далее. Я сейчас почти в подземелье. Вот, есть такая комнатка. Будем сейчас что-то делать. Англичане и в традиции прислали спасибо карточке. Классно. Такое зеркало здесь красивое. И тут был еще один гигантский проблем. Девушка, которая, я одела платье, девушка на меня такая смотрит и говорит, ой, вот платье очень-очень красивое, материал просто офигенный. Короче, чтобы его ушить, будет стоить 250 от 250 до 380 фунтов. И я такая, а, 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 и, я чуть не убежала от платья оттуда, потому что это, ну, ненормально. Мое платье стоит 600 фунтов. Даже чуть поменьше, по идее, платье было. Это, как может быть, две трети от платья, чтобы его ушить? Она такая, ну, мне кажется, ваше платье очень дорогое. Я говорю, 600 фунтов. Она такая, а, серьезно? В общем, короче, она, видимо, думала, что-то платье какое-то очень дорогое. И решила, что, ну, почему бы 10% от 3000 не взять? В общем, я оттуда ушла. Уже вообще очень расстроена и вернулась домой. А, плюс, на платье она нашла пятно. Представляете, это ужас! Помимо того, что ты не знаешь, как ушить ваше платье, которое на два размера больше, она еще говорит, ой, смотри, вот здесь вот на передней панельке вот пятнышко. А там пятнышко было такое, я не знаю, если я найду фотки, покажу. Вот как будто бы девушке тональный крем и вот прям пятнышко от пальчика, такой фингерпринт. Боже! Я пришла домой, короче, рыдая. Говорю, приступаю, шопа какая-то вообще, сори за выражение. Ну, не знаю, что делать, короче. Ну, в конце концов, пошла спрашивать, сколько будет выводить это пятно у нас в dry cleaning, в химчистку. И там оказалось, что они также подшивают платье. Подшили, в конце концов, мне платье в этой химчистке за 60 фунтов. 60 фунтов! Не 380, а 60. И также они сказали, что химчистка этого маленького пятнышка будет стоить 90 фунтов. Короче, я позвонила в магазин, короче, уже почти рыдая, я им говорю, что, знаете, я вот вчера купила платье, а у меня тут пятно вообще, я вот его только открыла. Что делать? Они такие, ой, не расстраивайтесь, короче, приносите мы его, типа, пятнышко вам выведем. В общем, все хорошо, пятнышко вывели, подшила я платье за 60 фунтов, и вот такая вот история случилась. И я оставлю несколько фотографий со своей свадьбы, или, может, даже видео, чтобы вы могли посмотреть, как, в конце концов, это платье на мне сидело, и как я собрала свой образ. как я собирала свой полный образ, я расскажу в одном из следующих видео, потому что мы уже наговорили очень много здесь. И если у вас появляются какие-либо вопросы по поводу, как я что выбирала, дайте мне знать, потому что выбор каждого элемента это тоже целая история. Вот так. Вот такой у меня был образ, и я была очень рада своим образом. Мне все понравилось, все как получилось. Я бы, наверное, не наверное, я ничего бы не изменила. Это было просто обалденно я. Это было точно я, и этому я очень рада. Окей, друзья, если вам понравилось это видео, круто будет, если вы поставите пальчик вверх, смотрите другие фотографии и, может, моменты из свадьбы. Я также сделаю другие видео о свадьбе, о подготовке. И если у вас есть какие-то вопросы на эту тему, пожалуйста, оставляйте их под видео, чтобы я знала, на какие вопросы отвечать. А так, наверное, теперь все. Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Крепко вас обнимаю и желаю вам много любви, отличных отношений. И пусть у вас тоже будет всегда красивое платье, если вы хотите таких. Окей, крепко обнимаю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»